Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для сайта экзегет.ру. Прежде чем мы перейдем к изложению первой главы первого послания апостола Петра, мне хотелось бы сказать несколько слов о самой структуре этого послания. А поскольку это послание апостола Петра, как и многие апостольские послания в Новом Завете, построены по определенной схеме, по канону античного письма. И мы сейчас называем апостольские писания таким словом, как послание, хотя это можно переводить на русский язык более простым и понятным словом, как письмо. Поэтому вполне можно сказать, что первое письмо святого апостола Петра. Ну, как мы знаем, в то время письмо писалось по определенному канону. Ну, как и сейчас, если мы пишем какие-то официальные письма, как правило, мы всегда стараемся соблюдать определенного рода последовательств частей. И здесь есть как бы свои законы жанра. Были они и в то время. Обычно в классическом варианте письмо строилось по следующей схеме. Сначала была часть, которая называлась прескрипт. В прескрипте указывался на первом месте тот человек, который пишет письмо. На втором месте тот человек, кому отправляется письмо. Сначала автор письма, потом адресат. Сейчас это происходит все-таки несколько по-другому. И чаще всего в современных письмах сначала есть обращение к человеку, а потом уже мы, наверное, называем себя, или себя мы часто подписываем в конце письма. Например, мы пишем там «Дорогой Иван Иванович, пишет вам такое-то, такое-то». Но здесь мы видим нечто другое, но это другое абсолютно нормально для того времени. Петр, апостол Иисуса Христа, автор письма. Адресат или адресаты. «Пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Осии и Вифинии». И так далее по тексту. То есть апостол Петр пишет письмо христианам, которых он называет пришельцами. А наименование христиан словом «пришельцы» оно характерно для Нового Завета, поскольку в апостольских посланиях мы встречаем часто эту идею, то, что земная жизнь и любое земное отечество – это отечество временное, но наша жизнь и наше жительство, оно прежде всего на небесах. Ничего удивительного именно в таком намевании христиан мы здесь не видим. Обычно после прескрипта следовало так называемое тело письма или основная тематическая часть письма, где излагалось основное содержание, основные мысли, что именно хотел написать автор. Но апостольские послания, они вносят в этот канон античного письма некоторые новшества. Появляется после прескрипта еще одна часть, которая в науке получила название «проэмий». Проэмий происходит от греческого глагола «эми» – идти, а «проэмий» – это как бы предисловие или вступление, то, что предваряет собой основную часть. Как правило, в апостольских письмах «проэмий» – это либо молитвенное обращение к Богу, либо благодарственное обращение к Богу, как правило, за тех, кому обращается автор письма. То же самое мы видим и в послании апостола Петра. Вот он, проэмий. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». И далее до 5 стиха 1 главы. Затем, как я уже говорил, следует основное содержание письма и заканчивается письмо частью, которое носит название «эсхотокол». Как правило, в светских письмах того времени эсхотокол выглядел как пожелание здоровья. Мы все помним Пушкина. В конце письма поставить «вале», то есть «будь здоров». И у апостольских писем в качестве эсхотокола, как правило, выступает благословение, молитвенное благословение, пожелание благодати от Бога или от Господа Иисуса Христа. Самый, пожалуй, известный эсхотокол, это эсхотокол второго послания апостола Павла Коринфянам, «благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа, да будет со всеми вами». Этот эсхотокол вошел очень прочно в наше богослужение. Именно этим благословением начинается самая главная часть божественной литургии, а именно евхаристический канон. Вот поэтому апостольские послания, они имеют очень часто и литургическое употребление. Но эсхотокол послания апостола Петра очень простой. «Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь». Но теперь я предлагаю перейти к содержанию первой главы первого послания апостола Петра. Второй стих «Избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа благодать вам и мир да умножится». Мне неоднократно приходилось слышать вопросы, которые относятся именно к посланию апостола Петра, что мы видим здесь некое изобилие очень таких громких, красивых и загадочных длиннослов, но общий смысл вот этой фразы, он как-то от нас уходит, и нам не совсем понятно, о чем здесь говорит апостол Петр. В данном случае он обращается к христианам следующих провинций Малайзийского полуострова. Ну, тогда это территория Римской империи, сейчас это территория государства Турция, некогда это территория Бизантийской империи. Вот эти провинции. Понт, это северо-малайзийского полуострова, Галатия, почти центр, Каппадокия, Осия и Вифиния. Ко всем христианам, которые живут в этих областях, апостол Петр обращается как бы с таким окружным посланием, окружным письмом. Так вот, по мнению апостола Петра, христиане этих мест, они избраны. Избраны кем? Богом. По предведению Бога Отца. Но вот это предведение Бога Отца, оно не единственное благодеяние Божие в отношении этих людей. Эти люди избраны, потому что Бог Отец предведал их обращение, знал как бы их веру, их благочестие, их любовь, еще до того, как они родились. Но при всем этом было действие Духа Святого, которое и преподало этим людям Божие благословения. Поэтому апостол Петр здесь добавляет, при освящении от Духа. То есть вы избраны, но Богом Отцом. Но поскольку действует вся Святая Троица, то действует не только Отец, но и Дух Святой, который освящает Божьих избранников. И вот эти люди освящены, избраны для чего? К послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. То есть христиане избраны для чего? Чтобы быть послушными Богу. И они избраны предведением Отца, освящением Духа и окроплением крови Иисуса Христа. То есть жертвенной смертью, искупительным подвигом Иисуса Христа. Поэтому если вот этим сложным рассуждением подвести некий итог, то на самом деле все можно разложить на очень простые составляющие. Чтобы нас спасти, Бог Отец действует своим предведением в отношении нас, Дух Святой освящает нас, а Сын Божий принимает за нас страдания. Для того, чтобы благодаря всем этим действиям мы были послушны Богу. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию, живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Все эти слова можно выразить одним очень простым словом. Апостол Петр здесь описывает состояние человека в Царстве Божьем, в Царстве Небесном. И наделяет это Царство Божие, Царство Небесное следующими свойствами. Это оно нетленно, то есть бессмертно, чисто, то есть в Царстве Божьем не будет греха, неувидаемо, то есть оно никогда не прекратится, и более того, что это Царствие Божие не только когда-то наступит, оно уже сейчас, пока еще человек живет в этой жизни, оно как бы ожидает человека, оно уже есть в Боге и у Бога. Дальше апостол Петр переходит к теме страданий. Надо сказать, что апостол Петр неоднократно на протяжении всего послания будет возвращаться к теме страданий или, как можно это назвать, к богословию мученичества. От этого вопроса невозможно было уйти, поскольку как бы неким фоном за посланием апостола Петра стоит какая-то историческая ситуация, определенная историческая ситуация, и, скорее всего, это ситуация уже начавшихся где-то локальных, где-то более обширных гонений на христиан. Поэтому у каждого христианина возникал естественный вопрос. Если я угождаю Богу, если я крестился и возродился заново в Боге, если по отношению ко мне, можно сказать, все то прекрасное, о чем здесь говорит апостол Петр, возникает вопрос, а почему тогда в этом мире я несчастен, я страдаю и я подвергаюсь гонениям? Нет ли здесь какого-то противоречия? Если Бог с нами, почему Господь попускает, чтобы нас обижали и нас гнали? Именно поэтому апостол Петр неоднократно на протяжении послания будет возвращаться к теме страданий. От главы к главе каждый раз раскрываю его с новой стороны, и мы с вами постараемся проследить вот эти рассуждения апостола Петра, но немножечко забегая вперед, я сразу скажу, что в конечном счете все эти рассуждения как к некому фокусу сводятся к очень простой мысли, что страдание христианина это один из способов участия в страданиях христовых, а следовательно один из путей приобщения к Иисусу Христу. Это не просто вместить, это не просто слышать, но именно так апостол Петр обосновывает страдания в христианской жизни. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась в драгоцене гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. «К похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веря в Него, радуйтесь радостью неизреченную». Здесь апостол Петр говорит о скорбях и страданиях и испытаниях, как тех явлениях, которые, естественно, сопровождают христианское терпение. Вот я подчеркиваю, что это только лишь первая ступень рассуждения апостола Петра на эту тему. «К этому-то спасению, который вас ожидает, относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати». Поскольку слушатели и читатели апостола Петра – это христиане не только из язычников, но и христиане, которые, как бы, прежде были иудейского вероисповедания, он не может не поднять тему связи Ветхого и Нового Завета. Чтобы Ветхий Завет, с одной стороны, мог уступить место Новому Завету, но с другой стороны, чтобы он не был отвергнут. И поэтому апостол Петр говорит, что исследования, духовное искание пророков, они служили предсказанию той благодати, в которой вы сейчас живете. То есть благодать явления Иисуса Христа. Вот в чем смысл Ветхого Завета. Он предсказывал ту новую жизнь, в которой живете сейчас вы. И вот эти пророки исследовали, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он превозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. То есть, оказывается, в пророках Ветхого Завета говорил Дух Христа, который, как бы, сам о себе предсказывал будущую, то есть наступившую уже в новозаветное время, Господне страдания и последующую славу, то есть Христово Воскресение. Им, то есть Ветхозаветным пророкам, было открыто, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими, Духом Святым. Несколько, может быть, сложная фраза, но смысл ее очень простой. То, что Дух Святой открывал пророкам, в конце концов, послужило не для их спасения, а для нашего спасения. Это такой парадокс двух заветов, что старались одни, а получили обетование и исполнение пророчеств другие. Это не значит, что Ветхозаветные пророки не приобщились к благодати Божьей, что они не спасли. Нет. Но на удивительность этой ситуации указывает, между прочим, и апостол Петр, и автор послания к евреям. И, стараясь, пророки ждали и жаждали пришествия Господня, но свидетелями этого пришествия стали не они, а мы, то есть, современные апостолы Петру, христиане. «Поэтому, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте, надаваем вам благодать в явлении Иисуса Христа». Эти слова апостола Петра являются необходимым фоном для разговора о тех страданиях и гонениях, которые выпали на долю христиан того времени, чтобы, как бы, обращая внимание на ту, на те великие Божьи деяния, на ту великую благодать, которая пришла в Новом Завете, они не теряли в страданиях духовного зрения, потому что вера, она невидима, а страдания, они видимы и ощутимы. И поэтому состры человека требуется особый подвиг, как жить так, чтобы тому, что я чувствую и ощущаю, верить меньше, чем тому, что я еще пока не чувствую и не ощущаю, а что мне только обещано. В этом и состоит подвиг веры. Повеять в невидимое в какой-то степени, в большей степени, чем в видимое. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в вашем неведении. Здесь, наверное, апостол Павел, уже, простите, апостол Петр, обращается к христианам из язычников, но по примеру призвавшим вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано будьте святы, потому что я свят. Это очень важные слова, они говорят о том, что идеал христианского совершенства это не абстрактный набор этических норм и правил, что на самом деле образец для христианина не свод законов, пусть даже самых правильных, а конкретная личность, личность Бога. И поэтому идеал христианина это не какой-то другой христианин и даже не пророк и не свод правил, а сам Господь, которому человек и должен подражать. Вот это очень важное как бы оправдание вообще любым, скажем так, любому этическому совершенству, которое человек пытается достичь вот в русле христианской традиции. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Вы видите, как перекликаются разные части послания. Он обратился к христианам в начале письма, назвав их странниками, назвав их пришельцами, и здесь христианскую жизнь называет временем странствования. А что же может человек поддержать в этом странствовании, а странствование это всегда что-то такое нестабильное, непостоянное, зная, что нетленным серебром или золотом вы искуплены от этой суетной жизни, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агонца. Апостол Петр называет Христа непорочным и чистым агонцем, предназначным еще прежде создания мира. Предназначным для чего? Для страдания. Это очень интересное и глубокое место в послании апостола Петра, который святоотеческой традиции получил очень интересную интерпретацию, я в частности могу сослаться на преподобного Максима Исповедника, который пишет, что воплощение Бога на земле не только было известно Богу еще до сотворения мира. То есть Господь, еще даже не сотворив мир, знал, что Ему он длежит воплотиться и пострадать. Но преподобный Максим в своих рассуждениях уходит дальше. Он говорит, что именно для того и был создан мир, чтобы Бог мог воплотиться, поскольку у Бога изначально была идея создать тварь, но и самым тесным образом соединиться со своим творением через воплощение. Да, поскольку человек отпал от Бога, с этого момента воплощение Божие, конечно, для него становится связанным состраданием и смертью за человека. Но все-таки изначальная цель воплощения Господа это осуществление вот этого изначального и великого замысла Божия, ибо Господь, создавая мир, Он захотел и сам стать частью этого мира, сам имел желание воплотиться, потому что только воплощение Божие, именно вот это действие Божие, что сам Господь плотью и душою, становится человеком, именно благодаря этому и для мира, и для человека открывается полнота обожжения. Если бы Бог не стал человеком, человек никогда не мог бы мечтать стать подобным Богу. Но Агнец Божий, предназначенный прежде сложения мира, явился в последние времена для вас. А что это за последние времена? Да, это первый век христианской эры. И в данном случае мы можем последними временами называть все время от первого пришествия Господа до его второго пришествия. Но явившегося в последние времена для вас уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Ведь очень важно было для апостола Петра от этих очень высоких и прекрасных размышлений перейти к практике жизни. И поэтому он напоминает, что вера в это прекрасное откровение Божие невозможно без практической и ежедневной любви друг к другу. Не может быть усвоена благодать спасения без любви к брату. Поэтому как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Да, каждый человек знает, что он получил свою жизнь от отца и матери, от семени своего отца мы получили свою жизнь. И вот эту тему человеческого зачатия апостол Петр обыгрывает очень интересно, что оказывается помимо жизни от родителей через человеческое семя мы получили и жизнь от семени божественного, то есть через возрождающее таинство крещения. «Ибо всякая плоть как трава, всякая слава человеческая как цвет на траве, то есть цветы на траве, засохла трава и цвет ее опал, но слово Господне пребывает вовек». То есть то зачатие, которое мы получили от Господа через возрождающее таинство крещения, оно нам сообщает вечную жизнь. А это есть именно то слово, которое вам проповедано. И этой заключительной фразой первой главы апостол Петр пытается показать христианам, что все те прекрасные вещи, о которых он говорит, имеют абсолютно прямое отношение к той реальности, в которой они сейчас живут.